Украинские армии Это был, по сути, ключевой элемент украинской обороны. И когда вооруженные силы Российской Федерации получили контроль над Попасной, то тогда, получается, посыпалась оборона вооруженных сил Украины в том регионе. И на этой карте это хорошо видно. Также на Донбассе вчера перешла под контроль Российской Федерации Светлодарская дуга. И это, конечно же, обусловлено было тем, что вооруженные силы Украины отступили в город Артемовск. Вытеснение украинской армии на Донбассе в Министерстве внутренних дел Украины назвали маневренной обороной. Но можно называть это как угодно. Можно маневренной обороной, можно отступление, можно вообще, как кому нравится. Но, тем не менее, мы видим, что Российская армия получает под контроль все новые и новые поселки и города. И судя по тому, как развиваются события, то украинская армия будет, скорее всего, отходить в Артемовск. Причем она будет это делать очень быстро, как с Северодонецка, как с Лисичанска, так и с близлежащих окрестностей. Потому что на этой карте вы сейчас видите две дороги, которые обозначены синим цветом, по которым снабжается украинская группировка войск в районе Лисичанска-Северодонецка. И вы сейчас видите, что Российская армия перерезала одну из этих дорог, а вторая дорога находится под огнем российской артиллерии. И украинское командование прекрасно понимает, чем это чревато. Потому что точно так же образовывался котел в Мариуполе. И тогда мы с Мариуполей не отвели войска и, собственно, последствия все знают. Это было гигантское поражение украинской армии, которого еще не видела история Украины. Но, тем не менее, мы видим, что сейчас группировка примерно в 7-10-12 тысяч украинских солдат тоже может очутиться примерно в таком же котле уже в городе Северодонецк, Лисичанск и окрестностях. Ставленник Зеленского в Луганской области также подтверждает, что ситуация крайне-крайне тяжелая. И по факту украинская группировка войск сейчас находится в очень-очень тяжелом положении. Для понимания того, какие бои ведутся там на Донбассе, можно просто обратить внимание на это видео. И можно заметить, что там просто практически нету жилых домов, которые были бы целые. То есть там идут такие, знаете, артиллерийские дуэли гораздо серьезнее даже, нежели в Мариуполе. Масштабы разрушений действительно поражают. И, конечно, такие масштабы разрушения порождают очень большое количество беженцев, которые просто потеряли на этой войне все. И, конечно, таким людям в основном даже некуда идти. Но в это время Российская Федерация заявила, что Мариупольский порт уже полностью очищен от всевозможных взрывных устройств. И поэтому он уже может работать в старом режиме. И даже сейчас уже российские власти говорят, что тем кораблям заграничным, которые там находились, там их, если не ошибаюсь, 10 или 12 штук, больших кораблей. И сейчас этим всем кораблям дается зеленый коридор для того, чтобы они могли спокойно выйти из Азовского моря. И по этому поводу уже начал возмущаться министр иностранных дел Украины. Потому что действительно, когда Россия открывает Мариупольский порт, это для Украины очень серьезный звоночек. Потому что Российская Федерация может поставить вопрос ребром, что если вы хотите вывозить зерно с Украины, то вывозите его через Мариупольский порт. И это поставит Украину в крайне затруднительное положение. Потому что вроде как и боевые действия, вроде как зерно будут вывозить через Мариуполь. Мало того, за каждую тонну этого зерна, которое будут вывозить, нужно будет еще платить Российской Федерации за использование порта и, собственно, погрузочных мощностей. И тут получается очень щекотливая ситуация. Потому что сейчас британцы начинают раскручивать, знаете, очень серьезный такой информационный сигнал, что это Россия виновата в том, что так подскочили цены на продовольствие. И они бы и хотели помочь всем бедным странам, но не могут. А здесь получается, что Россия уже, по сути, открыла Мариупольский порт и уже сделала даже анонс, что, возможно, будет зеленый коридор для зерна с Украины на международные рынки. И сейчас мы видим, что, по сути, уже западные страны оказались в очень неловком положении. Поэтому сейчас западные страны находятся в тупике. Потому что они-то хотели повесить ответственность на голод, который они планируют во всем мире в глобальном масштабе на Российскую Федерацию и на боевые действия в Украине. А когда порты, собственно, разблокированы, то тогда получается ответственность за голод, конечно, нужно все-таки брать тем, кто его организовал. А это, конечно же, капиталисты. Причем капиталисты матерые, которые управляют биржами, на которых формируется цена на продовольствие. Многие граждане до сих пор почему-то по наивности думают, что цена на продукты питания формируется где-то в магазине или, например, на рынке возле дома. Но это далеко от правды. В 21 веке цена на продовольствие формируется на бирже, которая, собственно, занимается торгами лотов продовольствия. И это, конечно же, говорит о том, что если спекулянты, которые имеют финансовый ресурс, хотят максимально поднять цену для того, чтобы нажиться на этом, они это делают. И, конечно, собственно, тогда, если брать в мировом масштабе, то тогда, получается, продовольствия могут себе позволить уже только богатые страны. Ну, а бедные, конечно, у них будет голод. И поэтому сейчас западным странам, как воздух, необходимо новое оправдание подорожания цен на продукты по всему миру. И, скорее всего, это будет какая-то вселенская засуха или отсутствие удобрений или, знаете, там, какие-то отдельные там шучки в каком-то регионе. И, в общем, что-то в этом роде выдумают. Но, тем не менее, все равно будут максимально камуфлировать реальных ответственных за сумасшедшее повышение цены. И, конечно, эти ответственные управляют биржами в Нью-Йорке, в Чикаго и так далее. Ну, а мы вернемся в Украину и конкретно в город Херсон. Там местные власти уже начали выдавать по 10 тысяч рублей всем тем людям, которые нуждаются в гуманитарной помощи. Выдача денег происходит по паспорту гражданина Украины с пропиской. Ну, и, конечно, мы уже слышали заявление, что там готовится паспортизация, такая же, как и на Донбассе, в Херсонской и Запорожской области. И, таким образом, жители Херсонской и Запорожской области смогут получить российские паспорта по ускоренной процедуре. И этот указ уже, если не ошибаюсь, даже успел подписать Путин. Ну, а вот в Украине в это время по делу Порошенко и Медведчука вызвали в суд и Авакова, и Яценюка, и даже Турчинова. И, конечно, никто из них в этот суд украинский не пришел, потому что, конечно, на таких людей украинский суд не распространяется. Турчинов вообще заявил, что ему, пускай следователи СБУ приходят прямо в окоп, только вот в какой окоп он не уточнил. Поэтому за Турчиновым, Аваковым и прочими персонажами, которые, конечно, приложили руку к тому, чтобы ситуация была настолько ужасающая сейчас в Украине, то не придут никакие сотрудники безопасности, не арестуют, потому что сейчас арестовывают только тех людей, которые пишут неудобные для Зеленского посты в Фейсбуке, в Телеграме, и, конечно, которые 8 лет призывали к миру и на Донбассе, и в Украине. Таких людей, конечно, сейчас массово кидают в тюрьмы. Это и братья Кононовича, Александр и Михаил, это и, конечно, поэт Ян Таксер и много-много других. И, конечно, все эти люди являются политическими заключенными. И, конечно, сейчас ни европейские, ни американские, знаете, правозащитные организации почему-то в упор не видят вот этих жесточайших нарушений, когда поэтов, художников, писателей сажают в тюрьму лишь потому, что они критиковали Зеленского. По делу Порошенко-Медведчука вообще идет странный парадокс. Вроде как и анонсировали на всю страну, что Порошенко чуть ли не с Медведчуком вместе уголь возили и газ качали вместе с нефтью, вместе с топливом и так далее. И, тем не менее, мы видим, что Порошенко на свободе, подельники Порошенко, там Аваков, Яценюк и прочие, Гонтарева на свободе. И им даже подозрения не вписали, чтобы оформить в тюрьму. Помимо этого, Климген, который возглавлял Министерство иностранных дел при Порошенко, уже сделал ряд заявлений, которые, ну, очень неудобны для Зеленского. Давайте послушаем. Некоторые страны неоднозначно высказываются о войне в Украине, но есть и не западный мир. Очень важно, чтобы они нас не считали геополитическим инструментом. В Африке, в Латинской Америке говорят, вы, украинцы, реально крутые, вы с Россией и Путиным боретесь и даже побеждаете. Но нам говорят, что вас используют. Эту логику тоже нужно перебить, заявил Климкин. Я, правда, не понимаю, чем Климкин собирается перебивать эту логику, потому что это правда. И об этом говорит открыто и МИД Британии, и Соединенные Штаты Америки. И они открыто говорят, что Украина это инструмент для того, чтобы сохранить мироустройство во главе с Соединенными Штатами Америки и Британии. И поэтому я думаю, что заявления Климкина должны выглядеть чуточку по-другому. Он должен выйти и сказать о том, что мы должны придумать такую ложь, в которую поверят в Африке, в Латинской Америке. И эта ложь должна быть диаметрально противоположной от правды, то есть от того факта, что сейчас Украину и украинских солдат используют для того, чтобы сохранить свое господство в мире. Западные страны верили Зеленскому роль инструмента, и он с этой ролью прекрасно справляется. Но тем не менее, заявления его помощников, его официальных говорящих голов типа Арестовича, порой вызывают удивление. И Арестович заявил, что его не надо путать с Богом, потому что он, знаете, заместитель, оказывается, Бога. Судя по всему, в кулуарах Зеленского называют Богом, и тогда это ложится в логику, которую озвучил Арестович. Если он заместитель Бога, то получается, Зеленского Арестович называет Богом. Также неожиданные новости приходят с Российской Федерации. Оказывается, там уже официальные лица заявили, что они будут уходить от так называемой Болонской системы. Ту, которую долгие годы в Российской Федерации и в Украине, конечно же, навязывали Институтом СОРОСа и другими западными институциями. В России заявили о желании изолировать свою систему образования от западного влияния и выйти из Болонского процесса. Об этом заявил глава Минобразования и науки РФ Петр Кучеренко. Такие процессы в Российской Федерации свидетельствуют о том, что сейчас идет полный разрыв отношений с западными странами. И это касается даже системы образования, которая, конечно, строилась с точки зрения западных стран, как, если вот это брать Российскую Федерацию, как предаток некий к системе образования на Западе. Но теперь мы видим, что все-таки идет серьезнейший разворот. Поскольку в Советском Союзе была одна из лучших систем образования в мире, то, скорее всего, мы будем видеть, как эту систему пытаются вернуть в каком-то виде. Ну а вот с Европы все чаще начинаются доноситься голоса украинских беженцев, которые сами начинают уже понимать, что отношение европейцев к такому наплыву украинских беженцев начинает меняться. И, конечно, оно меняется с позитивного на негативное. И в этой всей истории показательные действия украинской власти, которые полностью переложили ответственность за граждан Украины на плечи стран Еврозоны, которые принимают все эти миллионы людей. Мало того, разница курсов сейчас, если гривну просто выводить в Европе, то там такая разница курсов, что украинцы теряют порядка где-то 30% от суммы. И это говорит о том, что все-таки со стороны Зеленского и со стороны украинского правительства делается все возможное для того, чтобы еще дальше продолжать грабить граждан Украины, даже вот в таких мелочах. Куда деваются, правда, десятки миллиардов всевозможной помощи, которую громко анонсируют всевозможные американские и европейские политики, никто не знает. Но, тем не менее, я думаю, что ответы есть в офисе президента. Друзья, на этом у меня сегодня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там можно рассказать всегда значительно больше, чем на ютубе. Ссылка на него в описании. Приветствую, друзья! В Украине продолжаются боевые действия и сейчас ситуация для вооруженных сил Украины на Донбассе продолжает стремительно ухудшаться. И, несмотря на то, что на Донбасс вооруженные силы Украины перебрасывают свои отборные резервы, тем не менее, мы видим, что ситуация не улучшается, а вооруженные силы Украины оставляют поселок за поселком, город за городом. Мало того, широко анонсированное контрнаступление вооруженных сил Украины под Харьковом, оно захлебнулось, и сейчас мы видим, что вооруженные силы Российской Федерации возобновляют контроль за утраченными позициями. Также российские войска зашли в город Северодонецк. На этой карте видно примерно, какая сейчас там линия фронта, и мы видим, что уже, по сути, группировку вооруженных сил в районе Северодонецка и тесняют городу Лисичанск. На этой карте хорошо видно, что главная дорога снабжения украинской группировки войск в районе Северодонецка и Лисичанска уже находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Она перерезана, и единственная дорога, по которой можно еще доставлять боеприпасы и продовольствие, провизию вооруженных силам Украины, то эта дорога находится под плотным артиллерийским огнем российской стороны. Если сегодня-завтра перережут вот эту вторую дорогу, то, по сути, группировка украинских войск, порядка, знаете, там 8-10-12 тысяч, окажется в реальном окружении, примерно по такому же принципу, как и была Мариупольская группировка войск в окружении, и что с ней стало, собственно, все знают. Также российская армия продолжает наступление в районе города Красные Лиманы. Уже мы видим, что большая часть города находится под их контролем, и мы уже видим оттуда видео, что на здании местной администрации уже, собственно, там уже висит флаг победы. Тем временем с Европы приходят новости о том, что Украине уже передаются якобы детали для штурмовиков Су-25. С учетом того, что транспортировать через границу самолет достаточно проблематично, нужно там, знаете, крылья снять с самолета и на фуре, чтобы этот самолет приехал. Таким образом, можно сказать, что европейцы действительно детали поставляют, хотя по факту уже и так всем понятно, что поставляют целые самолеты. Фронтовые штурмовики Су-25 это очень грозное оружие, которое досталось по наследству ряду стран, таких там Польша, Чехия и остальные. И, конечно, сейчас все эти штурмовики передают в Украину. Фронтовой штурмовик это, по сути, летающий танк. И только две страны в мире раньше могли себе позволить разработку реально фронтовых штурмовиков. Это, конечно же, Соединенные Штаты Америки со своим фронтовым штурмовиком А-10 Бородавочник. И, конечно же, Советский Союз со своим штурмовиком Су-25 Грач. И, несмотря на то, что Советского Союза нет уже больше 30 лет, то, по сути, других штурмовиков фронтовых больше в мире даже не существует. Это реально грозное оружие. Поэтому, пока не закончится в странах Европы Су-25, мы будем видеть на поле боя в украинском небе, конечно же, использование Су-25 польских, чешских, венгерских и так далее. И это объективная реальность. Но, тем не менее, на этом фоне НАТО делает интереснейшие заявления. Оказывается, есть негласный договор, чтобы не поставлять в Украину НАТОвские танки и БТРы. Такие договоренности, по информации агентства, вызваны опасениями в Альянсе и стремлением, чтобы риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и России был сведен к минимуму. И, конечно, это просто чистейшая ложь. Потому что в Украину уже поставляют гораздо серьезнее вооружение, нежели танки и БТРы. Потому что гаубицы – это действительно те вооружения, от которых гибнет большинство на поле боя. И это объективная тоже реальность. И, как мы знаем, в Украине уже и американские гаубицы, и итальянские, и французские, и чешские и так далее. Тем более, помимо гаубиц, также предоставляют украинской армии даже беспилотники, которых и в помине нет на вооружении. Например, французская, итальянская или немецкая армия. И это, конечно, говорит о том, что системы вооружения предоставляются самые смертоносные. Вот, например, фотография неиспользованного трофейного беспилотника Камикадзе, который захватили вооруженные силы Российской Федерации. Друзья, а теперь небольшое объявление. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там всегда можно больше гораздо сказать, чем на Ютубе. И это, к сожалению, объективный факт. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментариям под видео. Переходите и подписывайтесь. А на этом фоне Китай сделал интереснейшее заявление. Призвал, чтобы сделали зеленые коридоры и убрали от этих зеленых коридоров всевозможные санкции, чтобы Россия и Украина могла поставлять на мировой рынок зерно. И это очень важная информация для понимания того, каким образом на геополитическом уровне идет игра. Потому что, как мы видели, три месяца Китай не обращал вообще никакого внимания на боевые действия в Украине. И как только Российская Федерация заявила о том, что порт Мариуполя работает уже в старом режиме, без каких-либо ограничений, мы видим, что на следующий день Китай вдруг объявляет о том, что все-таки необходимо зеленый коридор сделать для того, чтобы Россия и Украина могла продавать зерно на мировой рынок. А с учетом того, что Одесский порт, он, конечно же, заблокирован, потому что украинская сторона его максимально заминировала, чтобы туда не подошли, знаете, российские корабли и не высадили десант, то, по сути, единственный порт, через который может транспортироваться зерно, это порт Мариуполя. И получается, что только через подконтрольную России территорию и только через подконтрольную России порт Мариуполя можно теперь осуществлять на международный рынок поставки зерна. И теперь у украинских и заграничных предпринимателей, если они хотят вывозить с Украины хоть что-то, есть два варианта. Первый вариант это с железной дорогой через Европу, Польшу и так далее. И это очень и очень дорого, потому что все-таки колея разные в Украине и в Европе. Нужно все вагоны переставлять на новые колесные пары и так далее. И это очень накладно, ну и, конечно же, дорого. И вариант второй обращаться к Российской Федерации, просить зеленые коридоры, по этому зеленому коридору, собственно, транспортировать зерно на Мариупольский порт, а только там уже грузить на корабли и куда-либо за границу поставлять. И тут, как говорится, хочешь не хочешь, а нужно будет с Российской Федерацией выстраивать компромиссы, причем как западным странам, так, конечно же, и Украине. И по этому поводу уже заботился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. И мне почему-то кажется, западные страны, если выбирать между украинским зерном и озабоченностью Дмитрия Кулебы, то выберут зерно. Единственное, что вызывает конкретно недопонимание, так это, конечно, пересечение границы между подконтрольной Россией территорией и подконтрольной Украиной в Запорожской области. Потому что то, что там происходит с обеих сторон, цензурно называть просто нельзя. Как с российской стороны, так и с украинской, с машин, которые хотят пересечь вот эту линию разграничения, берут, по сути, деньги те люди, которые должны вроде как без денег их пропускать. И мы видим, что, по сути, коррупция как с российской стороны, так и с украинской стороны. И люди, которые застряли в этих километровых очередях, по сути, оказались в капкане вот этих коррупционеров. Причем с обеих сторон. Если со стороны Украины, то это коррупция, это, по сути, государственная политика, потому что люди, которые едут на подконтрольную Россией территорию, заведомо для собственности Зеленского, уже являются чуть ли не предательными изменниками. И там, по сути, сделали такую систему легального отъема денег практически. И сейчас тех людей просто раздевают и требуют различные суммы, с кого 100 долларов, с кого 200, просто чтобы машина проехала в сторону, которая контролируется Российской Федерацией. Но вот почему похожая история развивается уже из-под контрольной России территорией, вот это, конечно же, вопрос риторический. Я думаю, что очень скоро должны на него местные власти дать ответ. Но в это время в Европе также проходят интересные процессы, потому что там украинский посол в Германии Мельника опять продолжил унижать немецкое руководство. И это, по сути, знаете, официальное унижение от МИДа Украины, собственно, германского руководства, которое как-никак участвует в различной помощи сейчас Украине. Украинского посла не устроило то, что украинской армии очень медленно поставляет Германии различные боеприпасы и военную технику. И даже в социальных сетях разместил вот такую фотографию. И можно долго грешить на украинскую дипломатию, которая деградировала до уровня ниже Плинтуса, но тем не менее Зеленский перехватил инициативу немецкого посла и уже начал критиковать аж Генри Кессинджера. Если только немножко разобраться, кто такой Генри Кессинджер и какую функцию он последние 20-30 лет выполняет в западных странах, то это, конечно же, удивительно, что от Зеленского мы слышим критику в отношении той позиции, которую высказал подобный человек. Поэтому хамить на международном уровне это уже официальная политика, которой придерживается Зеленский. Но на этом фоне глава НАТО Столтенберг заявил о том, что все-таки в Украине будет война на истощение. И готовиться нужно не только Украине к этой войне на истощение, а и, конечно, западным странам. Не правда ли странно? Если бы все-таки западные страны не участвовали в конфликте напрямую, то тогда им не надо было бы готовиться к войне на истощение. А теперь мы видим заявление Столтенберга, и чтобы западные страны готовились к этой войне на истощение. То есть, по сути, он прямо говорит о том, что страны западные – это сторона конфликта. Непонятно только, почему страны НАТО не пообещали каждому украинскому бойцу хотя бы паспорт гражданина Евросоюза. Чтобы, мол, если вы и воюете за интересы западных стран, то хотя бы паспорт бы украинским войскам Евросоюза дали. Но, тем не менее, мы видим, что даже европейского паспорта украинским бойцам не получить. Столтенберг отметил о том, что вначале поддержка поступала в основном оружием советских времен. Но теперь мы предоставляем больше натовского оружия, для использования которого нужно учиться. Альянс является активным участником группы поддержки Украины под лидерством, конечно же, в Соединенных Штатах Америки. Как говорится, выводы делайте сами. На этом фоне вышла тоже интересная информация, что, оказывается, Евросоюз заблокировал только 23 миллиарда российских денег в рамках санкций. Чиновник не объяснил, почему третья по величине экономика мира, то есть Евросоюз, арестовала так мало активов российского Центробанка. Он также отказался указать, сообщали ли все правительства ЕС о заморозке активов. Многие правительства Евросоюза традиционно проявляли осторожность в полном соблюдении санкций ЕС. А некоторые из них отказывались публично говорить о том, заморозили ли они российские активы или нет. С таких заявлений можно сделать интересный вывод, что, оказывается, ряд стран в Европе не заморозили российские активы и, конечно, проигнорировали санкции, которые уже понапринимали в Брюсселе. Поэтому мы будем видеть, как Соединенные Штаты Америки будут пробовать отделить внутри Евросоюза агнцев от козлищ. Для того, чтобы, конечно же, максимально надавить на те страны, которые не соблюдают санкционный режим. Но вот для украинцев приходит печальная новость из Польши, потому что там уже, оказывается, только 8 городов можно ездить украинцам бесплатно на поездах и только, конечно же, во втором классе. И если уже даже в Польше ужесточаются правила в отношении украинских беженцев, то, конечно, другие страны Евросоюза не заставят себя долго ждать. И уже во многих странах правила давно ужесточили. И уже паспорт украинца это не является зеленым билетом на бесплатный проезд в любом транспорте Евросоюза. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Да дураковаляне. Разговаривать, разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве... Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает. Компания прошла? Ну, соединенные штаты от федерации от федерации от федерации. Вот соединенные штаты от федерации... Слышал бы. Да. Вот. А как называется... Соединенные штаты от федерации от федерации. Во-вторых, стоит его сать, но подойдет всегда из-за внутренней пути. И сниться нам в несовденности мockingон, Женая, летняя, синяя, А сниться нам в кровавал, кровавал, мне нравится черный жопа Тебя связали кумачом и опустили на колени Сверкнул топор над бомбочом, а притомор тебя прочел Крамовый царь великий Кений